Давно у городского центра культуры и отдыха не было такого оживления. В минувшую субботу там состоялся первый кубок КВН губернатора Ивановской области. Поболеть за студенческие команды собрался целый зал. За звание самых веселых и находчивых поролись пять ивановских команд и четыре команды из Владимирской области. На самом деле уже два года проводился городской кубок на призыве главы администрации города Иваново. Но вот мы решили, что все-таки нужно сделать открытый кубок, чтобы могли участвовать команды других регионов из других городов нашей области. Ведущим первого ежегодного кубка губернатора КВН стал Максим Киселев, капитан популярной команды «Триот-идиот». Он подбадривал и зал, и команды-участницы. КВНщики представляли свое выступление в жанре визитной карточки. Вот так, например, презентовали себя студенты медакадемии, команда «Невеста на выданье». Нужна операция брить. Ой, ну кто сейчас брить? Это же прошлый век. Нужна эпиляция. Я наложу воском. А я стеру. Ой, какой бледный. Включите же лампы. Салфетки. Сухие, это важные. А есть с ароматом зеленого чая. А может, сладные палочки или диски. Есть что-нибудь режущее? Из режущего, только стренки. Одевайся удобнее. Операция все-таки. То, верно. Девочки, смотрите, кровь. Ой, девочки, а вы когда лежите, у вас так целлюлит видно. В присутствии губернатора ребята не стеснялись шутить на предвыборную тему. Здравствуйте, поздравьте меня, я новый губернатор. Здравствуйте, поздравьте меня, я новый губернатор. Здравствуйте, я новый губернатор. А ты, Сироткин, нет? Выбор до завтра. Если ты, ну тогда до завтра. До завтра. Хотя он и состоялся, этот кубок, накануне выборов, никто особо перед будущей властью не заискивал, а шутили просто наотмашь и смело достаточно. И это, конечно, нам очень импонирует, очень радует. Выбор победителей, по словам жюри, дался нелегко. Прежде чем определить лидеров, пришлось много спорить. Пока члены жюри бурно обсуждали, кто лучше, на сцене отжигала команда чемпиона высшей лиги КВН, сезона 2012 года «Триот» идет из города Смоленска. Ребята скрасили тревожные ожидания итогов первого турнира КВН. В итоге кубок за третье место и премию 20 тысяч рублей получила команда «Огонь и я» Ивановского института ГПС МЧС России. Кубок за второе место и приз в размере 30 тысяч рублей достался сборной Владимира. Победители назвали самыми последними. За первое место, как ни странно, была самая напряженная борьба. Но здесь все-таки, Павел Алексеевич, город-то мы ведь непростой. Первое место, невеста на родине! Победа для медиков стала полной неожиданностью. Ребята считают, что успех им принесла шутка про Татьяну Меньшикову, альтернативного кандидата в губернаторы. Мне нужно напечатать 5 тысяч баннеров. Я хочу, чтобы ими пристал весь город. Ну давайте, показывайте. Политику только с большими амбициями. Крайше. Татьяна Меньшикова знает, чем в таких бюджетах. Причем в таких бюджетах. Татьяна Меньшикова, а вы хотите идти такого кубернатора? На вопрос, куда ребята потратят 50 тысяч рублей, они, как настоящие КВНщики, конечно, ответили шуткой. Сначала раздадим долги. Ну, почему там жюри, ну, договорились немножечко, вот. Вот. Ну там деньгами с ними сочтемся, а оставшиеся там тысячу мы, наверное, в Макдональдс сходим, перекусим. Кубок КВН станет традиционным, уверены организаторы. Члены жюри даже предложили учредить специальные номинации, чтобы поощрить как можно больше начинающих КВНщиков, а не только тройку победителей. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.